Еду в Африку, поезд из Санкт-Петербурга ложусь, а потом из Африки на поезде, как эта страна называется, Рим. Доброе утро, Москва, Санкт-Петербург, Москва, не знаю сколько вещей, чемодан, прохладное утро Москвы, наверное здесь минус 5 было, только смотрел час назад. В общем, главное не уснуть, главное не уснуть по пути. Такое ощущение, что я вместо того, чтобы приехать в Москву, приехал в зиму. Я замерз. Можно, пожалуйста, потеплее? Пожалуйста, очень прошу. Похоже, эти технологии. Я впервые, в принципе, прохожу так паспортный контроль, что меня даже человек не видел. Просто я такой, типа, здравствуйте, компьютер, посмотрите на меня, пожалуйста, и все. Че происходит? Коротко о том, что сейчас происходит. Над территорией Франции к нашему самолету прилетел военный самолет ВВС Франции. Просто для сопровождения. И все это только из-за того, что мы летели из России, неважно какой авиалинии. Три часа дня, а местного... Это Африка. Африка? Это Алжир. И я не понимаю, куда мне сейчас идти. Все понятно. Доброе утро. На часах уже шесть. Я проснулся часа три назад. Я не представляю, зачем, но суть в том, что я проснулся уже три часа, и мне еще до посадки три часа ждать. Собственно, я в аэропорту Алжира. Это, типа, не знаю, зона отдыха, VIP-лаунж, зона что-либо. Уже светает. Я решил прогуляться по аэропорту, потому что делать больше здесь нечего. Раз уж я не могу выйти из аэропорта, я погуляю по его пустынным улицам. Уже 9.30 утра, и я собираюсь идти дальше. Сколько все-таки Алжир я не очень зацепил, так скажем, весь колорит страны не очень узнал. Но теперь следуем в Рим. 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 Ну, здравствуй, Рим. Сейчас 7 вечера, и я хочу умереть, потому что нет сил после этих, этого поезда, в котором я поспал часа 3-4 от силы. После самолета с пересадкой в Алжире, блин, где я тоже поспал часа 4. Жутко болит голова, просто невероятно. Я сейчас стою и жду, пока меня заберут. Ну, типа. Я уже участвую на доброго утра, но, собственно, это, естественно, наверное, добрый натуральный день в Риме. Собственно, сейчас я поеду в спорные все разные формы. И сегодня моя первая пара в музыкальное продюсирование. Продюсирование. Ну да. В общем, мой первый день в колледже, как уже учащийся, закончился. Это была целая одна пара, и она была сразу практическая. К счастью, я уже учился работать в Кубейсе, поэтому я, в принципе, помогал ребятам делать то, что они не знают. Вот, это максимально забавно, но у меня вообще все нравится. Здесь такие клевые ребята. Нету какого-то снобизма. Ну, по крайней мере, я сейчас пока что не вижу. Так что пойду гулять. А это просто вокзал из Роше, Гес, Манго, всеми остальными маркетами, которые у нас теперь запрещены. Ну что, доброе утро. Сегодня понедельник. Сегодня у меня план найти кит для того, чтобы не делать ВНЖ. Наконец-то. Наконец-то. И вместо Красного Октября тут Ямаха. Огонь. Просто огонь. Я в восторге. Субтитры сделал DimaTorzok. И, наконец-то, спустя уже несколько дней, я добрался до Колизея, который я видел, но не вблизи. Это, конечно, выглядит победно. Я думаю, что все и так сами знают, что такое Колизей. Конечно, вот это вот особо не дает подойти, но что ж поделать. И сегодня я выгляжу как какой-то гопотник, потому что мне было дико впадлу мыть голову с утра. Да сейчас начинается дождь. Это очень круто, что начинается дождь. Начинается очень сильный, поэтому я пошел в метро. Ну, все, до свидания. А еще любой, кто хоть раз ездил на метро в России, меня поймет, что это немножко необычно, когда у тебя поезда ездят в другую сторону. Потому что я ожидаю, что поезд приедет с одной стороны, а он ездит с другой стороны. И это как бы окей. Вот, это просто-напросто, ну, нужно перестроиться, ну и все. Ну, если коротко, то за последние дни особо ничего не случилось. Я все еще ищу какую-либо комнату, квартиру, что-нибудь. К сожалению, их не так уж и много. А если они есть, то они уже сданы. И они, они, в смысле итальянцы, ни в коем случае не убирают свои объявления с местного сайта Циан. Я обзвонил, наверное, человек 50 уже в сумме. И ни один из них не может что-либо сказать по-английски. И тем более сказать что-то типа, да, оно свободно. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок В общем, у меня максимально разбросанным, получается, видео о том, что у меня происходит в жизни. Но, но как иначе? Как иначе? Постоянно все равно я не могу заниматься вот этими всякими вашими влогами, все такое. Потому что просто-напросто мне нужна квартира. У меня сейчас за это максимально остро стоит вопрос. Потому что с субботней ночи я не знаю, куда мне идти. По той простой причине, что даже в хостеле, где я думал, что смогу побыть, а там наличку не принимают. Вот. И так что я хозяй, чё, как. Завтра попробую решить этот вопрос. Всем доброе утро. Сегодня 26 ноября. Сегодня я переехала с квартиры друг в хостел. Здесь я надеюсь, что я за то время, пока я нахожусь в этом хостеле, смогу найти какую-нибудь квартиру. А я сейчас в хостел приперся в центр Рима. Собственно, хотел я переехать в центр Рима, но не сказал, куда именно. Вот, пожалуйста, переехал. В целом тут очень чистенько, миленько. Мне очень нравится вообще, как здесь все устроено. Здесь и завтрак такой экскурсантчиком. Ну, ладно. Сегодня у меня планы грандиозные. Сегодня у меня первый урок итальянского для самых начинающих. Сегодня же я снял класс, который я пойду после итальянского. И потом, наверное, погуляю по городу, немножко по центру. Не знаю, честно говоря. В общем, сейчас был только что у меня урок итальянского, на котором я ни черта не понимал. Это было очень прикольно. Ну, точнее, как я, что-нибудь понимал, немножко понимал, там чуть-чуть. Но этого немножко было недостаточно для того, чтобы... Куда я вышел? Ага. Что-то тут перекрыто все. Короче, этого было недостаточно для того, чтобы мне все понимать о том, что там происходит. Вот. Сейчас я пойду позанимаюсь. Потому что я забронел класс до шести вечера. А позже нельзя. Вот. И, собственно, пойду позанимаюсь. Там вечером, наверное, получу уроки. Поделаю уроки. Ага. Надо мне прошариваться, как смотреть, что задали. Потому что там, оказывается, есть специальная табличка. Но я не представляю, где это вообще находится. Потому что я обшарил весь сайт. И там нет. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Бон аппетит, дамы и господа. Второй день в постели. Я отмечаю другой пасты. Я не знаю их название, но мне не важно. В общем, я получил итальянский. Я теперь знаю, как считать до ста примерно. Которое нужно еще повторять. Что еще? В целом ничего. Готовиться и... Ну, можно подготовиться еще к чему-нибудь. Но можно и дождать. Потому что там, в принципе, задания не очень страшны. Отдыхаю. Кушаю. Гуляю понемножку. Но не сегодня. Сегодня у меня не настроение на прогулки. Еще одно доброе утро. Понедельник, новая неделя. Сегодня 20... Какое? Это 28 ноября. У меня была единственная пара в 9. Потом я молодец и забронил не тот класс. Я вообще сиделся заниматься делами просто в классе без фоно. Задор. Сегодня у меня все равно началось рано. Целый день свободен. И что мы идем сегодня? Правильно. Гулять по Рим. Надеюсь, что будет много видео. Надеюсь, что я не забуду про то, что клево было бы поснимать это все. Но кто знает, кто знает? Я не знаю. Я вот сейчас иду по улице, которая заснул. Что, снимал? Здесь столько всего маленького. Маленькие магазинчики. Причем даже магазинчики как будто бы сетевые, но они такие маленькие. Чисто римские. Все так круто выглядит. Все такое итальянское. Это все невероятно просто выглядит. Я в восторге на самом деле. Просто от того, что это все вокруг меня. Все вот именно так выглядит. Это невероятно. И всем пламенный салют из вечернего уже Рима. Я нагулялся за сегодня. Показал красоту вам. Пожалуй, на первой части влога это все. Спасибо, что все посмотрели. Скоро, я думаю, что в неделе через полторы-две будет новый влог, на который я уже начинаю собирать материал. Спасибо всем, что смотрели. Подписываемся на канал, нажимаем колокольчик. Становимся YouTube-блогерами. И до скорых встреч, если мне не задавит машина. Берегите себя и своих близких. И обязательно слушайте хорошую неделю. Все, доброй ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok